Распоряжением главы администрации Алексея Ладокова весенние мероприятия в области охраны окружающей среды продлены до выполнения всех запланированных работ по проведению городских территорий в надлежащее состояние. Указом в Рио главы Чувашской республики номер 92 от 3 апреля 2020 года в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции и выполнения режима самоизоляции на территории республики традиционные субботники с участием жителей города отменены. Субботники, чистые четверги проводились в предприятии жилищно-коммунальных комплексов города Чебоксары. Также в этих мероприятиях участвовали управляющие организации, учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, учреждения здравоохранения и другие предприятия и организации. Все участники были обеспечены инвентарем, были выданы мешки, перчатки и талоны на вывоз собранного мусора. В соответствии с планом на городских территориях высажены деревья и кустарники с установкой защитных ограждений. Заложены новые зелененные территории, а также реконструированы уже существующие. Также на территориях 14 дошкольных и 6 школьных образовательных учреждений высажено 200 деревьев липа мелколистной, а в местах общего пользования около 50 саженцев. Все мероприятия по уборке и благоустройству выполнялись силами предприятий и жилищно-коммунальных служб. В рамках весенних экологических мероприятий проведена работа по ликвидации 265 захламленных участков, а также организована работа по посадке зеленых насаждений. Высажено 552 дерева и 1172 кустарника. В настоящее время по поручению главы города организована работа по очистке территорий Казанской набережной протяженностью 4 километра. Уборка данной территории закреплена за 10 коммунальными предприятиями, такими как водоканал, теплосеть, зеленстрой, горсвет и другими. Также на уборку территорий вышли десятки волонтеров из числа учащихся и студенческой молодежи. Они собрали более 50 автопокрышек, которые отправят на утилизацию, а также десятки мешков с различным мусором. Традиционно волонтеры города Чапаксар активно принимают участие в уборке. И сегодня мы вновь вышли для того, чтобы помочь в благоустройстве Казанской набережной. То есть для нас это системная работа. Радует, что молодежь неравнодушна и своими руками готова помогать благоустраивать наш любимый город. Управляемой экологии обследован зеленая зона Казанской набережной и выдан ордер на вырубку 78 аварийных деревьев. На данной территории была произведена очистка случайного мусора, очистка ливнеприемников, которые отдыхающие граждане превратили в приемники для мусора. Вывезен собранный мусор. Все предприятия были обеспечены хозинвентарем, и им были выданы талоны на вывоз мусора. Предварительный срок окончания работ – 1 июня 2020 года. Важно понять, что Казанская набережная является одним из любимых мест для отдыха. Убедительно просим жителей города научиться убирать за собой мусор. Анна Гаврилова, Дмитрий Федоров, Жизнь столицы.